Слева Константиновский, справа Петродворец. А посередине кампус лучшей бизнес-школы Восточной Европы Михайловская дача Высшей школы менеджмента СПБГУ. В этом году у студентов появилась возможность вычеркнуть из списка задач будущих менеджеров дорогу до места учебы. 9 общежитий введены в эксплуатацию. Здесь будут жить 600 бакалавров. Чем ближе, тем лучше. Во-первых, ты ближе к тем же самой библиотеке. Ресурсы, которые представляются в самой школе, потому что те же самые базы данных, они хранятся именно в библиотеке. Плюс ты общаешься с людьми, которые здесь находятся не только со студентами, но и с преподавателями. Все это ближе. Вы можете после сразу же собираться до Высшей школы менеджмента и до этого стекляшки, так называемые. Это специальная комната, где можно делать групповые проекты, но сейчас это будет можно делать в общежитии, в студенческом клубе. И никто никуда не будет спешить. Ведь да, два часа до города, если в Петергофе живешь, ну полчаса-час. Поэтому это очень важно. Очень важно, что каждый студент будет жить в блоке в своей просторной комнате с уютным рабочим местом. Общая кухня оснащена необходимой техникой, плитой, холодильником. Для маломобильных универсантов созданы специальные жилые блоки на первом этаже. Они спроектированы с учетом всех современных стандартов и требований. С результатом работы университета, города и попечительского совета ВШМ СПБГУ 16 сентября ознакомились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спецпредставитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов. План у нас, кстати, по расширению строительства дальнейшего, где мы будем строить коттеджи для магистратуры, для магистрантов и преподавателей, в том числе иностранцев. И вот тогда вместе с созданием спортивных сооружений мы выйдем на побережье Финского залива, поскольку по решению президента вся эта территория между Константиновским дворцом и Петродворцом выделена только для высшей школы менеджмента. Здесь кроме этого никого не будет. Первый камень кампуса Михайловская дача был заложен в 2006 году, а в 2015 на свет появилось учебное здание. Сегодня бизнес-школа – это лакомая кузница кадров для крупнейших компаний, которые оказывают поддержку в высшей школе менеджмента СПБГУ. Помогают ей быть современной и обучать студентов не в простых аудиториях, а гибридных. Я не хотел, чтобы была обратная связь, не просто дай деньги. Наоборот, они сначала видят результаты, а после этого начинают плавать. Компания из-за следующей школы, Сергей Павлович, компания своих сотрудников направляет в школу как преподавателей. И они в дисциплинах, которые считаются и вакалаврами, и магистрами, преподавателем являются штатные сотрудники разных компаний. Для максимально профессиональной подготовки со студентами высшей школы менеджмента работают и иностранные преподаватели. А в магистратуре обучение вовсе проходит на английском языке. Сергей Иванов отметил, что в ВШМ СПБГУ – это топовая бизнес-школа, которая отодвинула на второй план именитые университеты мира. Вы знаете, что у этой школы так называемые три корона. Это не имеет никакого отношения к сборной Швеции по хоккею, но это рейтинговые такие очки или критерии, по которым определяются лучшие бизнес-школы мира. Вы уже лучше в Восточной Европе, я даже про Россию умолчу, но мы стремимся дальше уже в топ, в самый мировой попасть. Почти 280 первокурсников поступило на все программы высшей школы менеджмента в этом году. Среди них 62 медалиста, 26 обладателей значков ГТО, 18 стубальников. Увеличилось количество студентов, обучающихся на договорной основе. Их число выросло на 33%. Именно за этими людьми, как заметил Александр Беглов, будущее Санкт-Петербурга. Будут хорошие управленцы как в государственном, так и в муниципальном управлении. Для нас это очень важно, потому что управлять таким мегаполисом очень сложно и непросто. А вот подготовка такая. А здесь будут читать лекции из бизнеса, практические люди, которые работают в бизнесе, но и из правительства Санкт-Петербурга. Вот это сочетание совместное преподавателей и плюс приглашение профессионалов, специалистов в том или ином направлении, дает очень такой мощный эффект подготовки новых, совершенно современных, научных, производственных и управленческих кадров. Строительство общежития в Михайловской даче обошлось федеральному бюджету в более чем 12 миллиардов рублей. Доля частных компаний меньше – около 2 миллиардов. Ректор СПБГУ считает, что такой большой проект невозможно было бы осуществить руководство университета в одиночку. Студенты думают о распределении. Студенты ищут, где распределиться и работать. Выпускники школы бизнеса не думают о распределении. Бизнес думает о том, как уговорить того или иного выпускника работать в их компаниях. Вот это главный, на мой взгляд, результат, который мы получили за эти годы. А те помещения, в которых сейчас ребята учатся, те общежития, в которых они живут, будут жить – это те условия, которым соответствуют эти ребята. Здесь лучшие из лучших. И поэтому и должны быть такие прекрасные условия. Однозначно кампус Михайловская дача будет расти, а правительство Санкт-Петербурга ждет выпускников ВШМ СПБГУ в качестве участников многочисленных мегапроектов, которые рассчитаны на десятилетия. Мария Полухтина, Денис Сосин, Алексей Чубко, Медиа-центр СПБГУ.